Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 10 октября, и начнем нашу разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы видели закрепление выше максимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу, 6 октября. Поэтому на текущий момент в рамках краткосрочного таймфрейма у нас идет формирование тенденции восходящей, которая в свою очередь может перерасти уже и в среднесрочную тенденцию восходящую и начать двигаться уже в сторону основного тренда с целями движения в область 1.2060. Ну а этап остановки по дороге могут возникнуть на уровнях 1.1770, 1.1833, 1.1974. На текущий момент тенденция на укрепление является приоритетной по данному активу. Ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях, которые мы видели вчера, это отметка 1.1718. Ну и более важный уровень находится на минимальных значениях, которые были отмечены в пятницу, это область поддержки 1.1666. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция на укрепление евро против американского доллара остается в приоритете. Пара британский фунт и американский доллар также начала свое восходящее движение, произошло это вчера, закрепились выше максимумов, которые были зафиксированы в пятницу. И на текущий момент, пока пара будет торговаться выше минимумов, которые были зафиксированы в пятницу, это отметка 1.3022, тенденция также остается в приоритете на укрепление. Ближайшие цели для восходящего движения это отметка 1.3269, далее 1.3431 и далее 1.3590. Отмена данного сценария может произойти в том случае, если пара сначала уйдет ниже минимумов, которые были вчера, это отметка 1.3075 и далее более важный уровень, это минимум пятницы 1.3022. После ухода ниже данного значения мы можем говорить о вновь продолжении исходящего движения по паре британский фунт и американский доллар. Пара американский доллар и японская иена продолжает торговаться в боковике, тот боковик, который мы видим фактически уже больше недели. И в том случае, если пара сможет уйти ниже минимумов области 1.1230, то в свою очередь завершение восходящей тенденции будет более вероятным. На текущий момент пока у нас остается боковик и пока пара торгуется выше 1.1230, тенденция краткосрочно остается на укрепление. Но вполне уход ниже данных уровней мы можем увидеть в ближайшие несколько дней. И тогда уже цель для нисходящего движения откроется в области 1.112.18, 1.1150 и далее 1.110.50. Пара австралийский доллар и американский доллар сегодня с утра обновляет максимальные значения, которые были зафиксированы вчера. Это отметка 77.81 и фактически уже пробитие за данным уровнем мы видим, что в свою очередь является предпосылкой на начало формирования восходящего тренда по паре австралийский доллар и американский доллар на часовом таймфрейме. Следующие цели по восходящему движению находятся в области 78.70 и далее цель на 80.83. Уход ниже минимумов, которые были вчера, это отметка 77.47 вернет нас к нисходящему сценарию по паре австралийский доллар, американский доллар и далее снижение мы можем видеть. Но пока торгуемся выше данного уровня, тенденция на укрепление в рамках часового таймфрейма остается в приоритете. Пара американский доллар и канадский доллар точно так же сегодня с утра уходит ниже минимумов, которые мы видели вчера, отметка 1.25.24, что также нам дает предпосылки на начало формирования краткосрочного нисходящего тренда по данной паре в рамках часового таймфрейма. Ближайшая цель для нисходящего движения это область 1.24.34, затем 1.23.30 и далее уже движение на 1.22.20. Если говорить о покупках по данному активу, то первые цели, которые паре нужно преодолеть, это область 1.25.59, максимум, который был зафиксирован вчера. То есть пока мы торгуемся ниже данного уровня, тенденция на снижение будет оставаться в приоритете. По паре еврофунт пока фактически ничего не поменялось. Ближайший уровень поддержки находится в области 8.906, минимум, который был вчера. Если говорить о начале нисходящего движения и о завершении тенденции восходящих, которые мы отслеживаем уже с прошлой недели, то это уход ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция на укрепление остается в приоритете. Цели по восходящему движению, ближайшая цель, это область 90.25, следующая цель 91.90. По золоту, также вчера мы начали отслеживать формирование уже восходящей тенденции, то есть золото смогло закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы в пятницу, и на текущем момент тенденции на укрепление сохраняется. Ближайшие цели по восходящему движению, это область 1289 долларов за тройскую унцию. После преодоления данного значения, следующая цель будет находиться на отметке 1312 долларов за тройскую унцию. Если говорить о возобновлении продаж, то только после ухода ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера, в понедельник, это область 1275 долларов за тройскую унцию, и цель для нисходящего движения в этом случае будут снижения в область 1261 долларов за тройскую унцию. На текущий момент тенденция на укрепление в рамках часового таймфрейма также остается в приоритете. Нефть марки Brent на текущий момент продолжает снижаться. Собственно, начало нисходящего движения следующего импульса мы видели в пятницу, после ухода ниже минимальные значения, которые были 5 октября. Если говорить о возобновлении покупок по нефтемарке Brent, то здесь нам нужно увидеть закрепление выше максимумов, которые были вчера, это отметка 5620. Пока торгуемся ниже данного значения, тенденция на ослабление остается в приоритете с ближайшими целями движения в область 5485. Ну и по индексу DAX здесь фактически ничего не меняется. Торгуемся вблизи уровня поддержки, который сформирован на значении 12930, и, собственно, пока индекс DAX торгуется выше данного уровня, ну и тенденция мы видим, что остается в приоритете именно восходящая, но начало коррекционного снижения будет обусловлено уходом ниже данного уровня, то есть закрепление за отметкой 12935, и уже тогда нисходящее коррекционное движение может по индексу DAX начаться. Ну а пока торгуемся выше данного уровня, тенденция на укрепление также остается в приоритете. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, ваши вопросы вы можете писать под комментарием к этому видео. Если вам оно понравилось, то ставьте лайк, и увидимся уже на наших следующих видеообзорах. Всем хорошего торгового дня и до свидания.